Если доход превышает 1710 гривен в месяц, то право на льготу человек лишается. Однако нуждающиеся граждане могут обратиться за субсидиями на оплату услуг ЖКХ. Тем более, рассказывают в профильном управлении Горсовета, процесс их оформления постоянно упрощается и модернизируется. Наращивать долги и своевременно расплачиваться за жилищно-коммунальные услуги у нас действует вторая программа – программа субсидий. И тот, кто из льготчиков теряет свое право на льготы, в обязательном порядке должен определить и посмотреть свое право на субсидию. Чтобы получить субсидию, рассказывают специалисты, необходимо заполнить соответствующее заявление и декларацию. Кроме того, городские власти готовы оказать помощь должникам. Для того, чтобы поддержать тех, кто имеет долги по объективным причинам, тут уже подключается город. И по городской программе назначается муниципальная помощь на поглощение долгов. Если в прошлом году эта помощь была тысяча гривен, то в этом году она уже две с половиной тысячи гривен. Помощь города, рассказывают в мэрии, дает возможность этим людям рассчитаться с долгами прошлых периодов и оформив субсидию, не иметь их в будущем. Кроме того, обращаться за оформлением субсидии теперь необходимо всего один раз. Дальнейшее ее получение будет происходить автоматически, без обращения человека в соцслужбы.